Работа полевая, задержание, всевозможные операции, каждый раз рискуем. Это еще и аналитическая работа. Мы контролируем на каждом этапе предварительного следствия, судебного следствия. И дальше смотрим, чтобы наркоторговец не освободился по условному досрочному. Мы считаем, что не педофилы, не какие-то насильники и наркоторговцы должны освобождаться условно досрочно. Срок тебе дали и нужно ужесточать законодательство. Плюс еще, конечно же, границы нужно закрывать. А сейчас же подвижки какие-то есть. Есть, но они, понимаешь, какие-то полунировки. Они вот после Бычкова, когда у нас вообще сказали, аппарат Куфемат. Закидываешь денежки, и один раз этот пакетик вываливался. У нас они только появлялись, вот эти вот аппараты. Не аппараты, а стационарные точки. Мы просто переходили и переворачивали эти лотки там и так далее. Ну, просто по-военному уже. И вот Мамонтов снял этот фильм вместе с нами. Его посмотрел Путин, позвонил, забрали его. Вот вопрос решился. Достаточно одного звонка, нужна политическая воля. Поднял трубку, сказал все. Сразу внесли в первый список. Но китайцы, они быстро формулы меняют. Там остается неизменно одна формула, которая не меняется никогда. Мы об этом говорим. Ведите эту формулу или запятую поставьте их аналогом. Перечислим все эти жильяши. Там 122-й, там такой, такой, сякой, пятый, десятый, запятую поставьте их аналогом. Все, ничего не нужно. И нет никаких проблем. А у них сейчас, не знаю, что, не хватает чего-то или еще как-то. Я съездил на границу с Китаем, там, с Владивостока. Есть там поселок, приграничный город, Сунькунхэ, китайский. Очень свободно протаскиваются это все. Это наша спецоперация была. Мы в Москве отреснули бывшего майора ФСБ. Здесь полковник Орче Урфо, оперативно-розыскной части, были задержания в Санкт-Петербурге. И еще одно задержание было в Кимерово. И мы уехали в Владивосток, чтобы проследить всю эту цепочку. Я с операми туда вместе полетел, оператом с ими делами занимались. Я там начал все это такое расследование. И уехал на китайскую границу. И все посмотрел, как это все затаскивается. Оказывается, наш русский турист может свободно поехать в Китай. Более того, туристическая фирма за него проплатит все визы, проживание, питание, вообще весь комфорт. Твоя задача... Смертная казнь. Это не наркотик для Китая. Они декларируют это как фотореактив. Или удобрение для цветов. Твоя задача, туриста, на обратном пути захватить 50 килограмм вещей. Болу. Что там, ты не знаешь. Твоя задача сказать, что там тоже твоё. И есть у таможенников списочки, которые смотреть не нужно. И все эти люди загружаются в автобусы, а их называют «помогая». Ну, есть сленговое слово, есть «челночники», а их называют «помогая». Вот. И они помогают, загружаются в автобус, едут с Китая, там, квасят, что они там делать, не знаю, развлекаются. И на обратном пути эти баулы загружают. Именно наши 8 килограмм, которые мы смогли вот эту цепочку расследить, были привезены именно таким образом. Я думаю, что это не единичный случай, а практика постоянная. Мы об этом, ну, начали говорить. Вслух, везде пресс-конференции собрали, написали. Лавров, министр иностранных дел, дал сюда поручение. В общем, ну, завертелось. Китайцы сказали, мы тоже заинтересованы, чтобы всех выявить. Ну, пока так, а границы открыты, так и открыты, спокойно. Вот. Так что вот такие дела у нас вот здесь происходят. На этом месте здесь вот проходят и оперативки. Женю мы здесь вот записываем постоянно вот этот фон, в общем, известный. Вот. Ну, у нас вот сейчас проект мощный, закрутился, когда у нас освоились небольшие средства. Все равно без наркотиков. Первый, кто нас позвал, позвал Даренко к себе в «Русские сказки». Сейчас этого проекта нет. Там Серега Владимирович Алгаланин. Значит, с ним тоже нас поддержал. Дальше, значит, ну, понятно, здесь Чайфы, Сукачев, БГ. Мы хотим, у нас вот есть такие планы, сделать такой вот как бы марафон. Вот именно вот музыкальный какой-то марафон. Такой, чтобы вот привлечь, понимаете? Потому что публика и то, что касается вообще рокеров, это отдельно, да? Потому что те люди, которые могут декорировать свою позицию и не сворачивать. Потому что если мы вот так вот говорим, то ни на шагу назад, ни бабса там, не знаю. Ну, вот, ну, как, наверное, вот это «Испокойный гоф» ведет? И аргументы очень серьезные. И здесь, если Иванов дает оценку, что ситуация с наркотиками достигла апокалиптического уровня, то ну, куда дальше-то? Ну, что же, да? Необходимо, я считаю, всем миром просто брать и сопротивляться, и привлечь внимание. Я вот тебе сказал, да, что позиция такая, что народ у нас, знаешь, какой-то зашуганный такой, в страхе. Есть наркоточка, и они боятся куда-то сообщать. В милицию боятся, извините, что участковый придет этим наркоманам, скажет, на тебя Бабаклава там, или Саша с третьего подъезда жалуется, и тебе там проколят машину там, либо тебя побьют ночью. Народ не должен бояться. Ну, народ, наоборот, нужно сопротивляться. Потому что, ну вот, что в Новосибирске открытая торговля просто торгует. Когда нам пришли, прислали этот ролик, мы его опять раскинули, потому что уже не читателей много, и по своим ресурсам мы смогли его раскинуть. Госнарод контроль, глава госнарод контроля, собирает пресс-конференцию, говорит, это специально ролик смонтированный, придумал этот ролик Ройзман для своего политического пиара. Кажется, Мара, а там торговлю, нам парни в Новосибирске, мы, знаете, не знаем, кто, что они выложили на Ютуб. Вот такие дела. Но есть какие-то вопросы? Нет. Пойдем в музей, там Евгений Вадимович, музей, да? Ждет, да? Все, и пройдем в музей, и все, посмотрим. У нас 5 инфляционных центров, за все время около 8 тысяч наркозависимых у нас прошло. Ну, успех, в общем, большой, почти 10%. А помещение, которое мы в 2000 году, в землю так и не выводили? Нет, все аренда, все аренда. Ну, у нас в 2003-м там бомбили вот этот фильм, который мы выводили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эту арендусь из Переиславля, вот эта вот родная, это 18 век, это называется Спас в темнице, и в народе, во всех северных, во всех русских таких землях, она очень уважаемая была. Ему шили раз, такую штучку шили, и тапочки, потому что он уже как спаситель ходит за ступенью по ночам, он уже смашивается, не раз так. Вот у меня, я ее ведет, через всю страну делся, и в блин, степло, и отошел к туману. Ну, это-то ладно, самое было серьезное, когда вот этого спасалилось. Мы его перемотали, ну, и скотчем, естественно, сверху. И он у меня едет назад для чтения, и меня, блин, так сзади остановили. Я говорю, на чем везете? Я говорю, ничего не везет, ничего не везет. Я говорю, посмотрел, и раз, смотрят, там что-то запаковано. Я говорю, не так раз пальчиком, да смотрят, там бледное-бледное лицо. И все из автомата схватились, я ему обещал. Ну, все, мы наверху шли. Это ангелы, тоже, лики-резы здесь, детей, и их резают. Это картина Миши Шаевича Брусиловского изгнания из Рая. Собственно говоря, вот этот сам музей. Вот, например, как обращались с иконами, делали сундуки. Просто понимаешь, что... Да, что окружение такого, чтобы я не могу полный стуфор. А сделать что-то, 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 что-то. Ну, если посмотреть, вот фильм... Так уже не работали ни в Москве, ни в Ярославле, ни в Лето. Вот это 1802 год. Богатыревые, как говорится. А для меня сентябрь-октябрь всего их было шесть. Вот так висело в ряд. Ну, вот представьте, если шесть таких икон висели. И Григорьевскую часовню закрыли. И старообрядцы, что-то, не терпеливы. Они всей полно снесли на избу. Единственная информация, что изба была двухэтажная. И посадили мужика там охранять. Все забито дубльиком. Его звали Григорий. И он выпивал. Вот где-то в 70-х годах к нему какие-то перекупщики болтались перед Московской Олимпиадой. Скупали все. Ну, и приехали к нему, продай. Он говорит, не могу продавать. Он тоже испоропляет. Вот ему вытащили ящик водки. Ну, дай что-нибудь. И он вот смотрит, их шесть висит. Они говорят, ну дай хоть какую-нибудь. Ну, он думает, из шести одну вытащу, там незаметно будет, пять останется. Вот эту икону он дал. Вот эта икона, которая здесь висит, эта икона помененная на ящик водки. Ну, с одной стороны, барбарство, да? А с другой стороны, ровно через год случился пожар. И там сгорело вообще все. И вот всей богатейшей бенговской часовне осталась только вот эта икона помененная на ящик водки. Вот как складывается, такие бути. Ну, это высочайший уровень. Здесь 300 ликов, друг на друга похожих нет. Вот одна сцена здесь, покров. Здесь 30 человек. Каждый лик перекрывается спичная головка. Ну, это очень высокий уровень. Тут много разных теплов. Тут любую можно посмотреть. Вот спичная головка перекрывает любой лик. Вот это так. А вот в Соклампии, в Соклампии островляться очень уважали. Вот такой человек был. Он умудрялся всем царям, всем властителям... Короче, умудрялся всем царям, всем властителям говорить правду в лицо. И вот тут всяко принимались мучить. Он все время умудрялся всех мучить или своих посрамить. Причем он был человеком добрым. Вот его стали драть железными кошками. А он посмотрел на них, у одного руки отстегнулись. А в другой раз в него плюнул. И у него голова сделалась на 180 градусов. Ну, они все взмолились, говорят, Харлампий, прости, он говорит, да бог с вами. Все они обратно подчинились все. Вот. Ну, и вот вся жизнь его была такая. Вот. Они его всяко пытались казнить. Царь вышел, стал стрелять в небо из лука и говорит, где твой бог? И раз, повис в воздухе, висит, говорит, Харлампий, опускай обратно. Харлампий помолился, он обратно опустился. Вот они решили Харлампию бороду сжечь огнем. И на них огонь пошел и всем им бороды спалил. Ну, то есть, большей досады для старого человека быть не может. Вот они его начали тут печь, пробили железными костылями, начали его печь. Ничего не получил. Привязали его к лошади, подсощили по острым камням. А лошадь вдруг повернулась человеческим голосом, говорит, вы что тут дебилы, что ли, все собрались. Ну, то есть, и вот 90 ликов на иконе. Все лики разные. Вот, просто ближе подойдите, посмотрите. Вот спичечная головка. Любой лик перекрывается, ну, с лихвой. Ну, это полдела. А вот здесь вот, Харлампий, почему его еще старообрядцы уважали, он умудрился сподобиться с беседы с господом. Он говорит, ну, что тебе сделать, дружи Харлампий? Он говорит, ну, сделай там, где меня похоронят, чтобы всегда был мир и урожай большой. Вот. И Харлампия посадили в тюрьму и решили казнить. Так он умудрился умереть за пять минут до казни своей смертью в возрасте 113 лет. Вот там все недоброжелатели просто с ума сошли. И вот здесь вот сцена-закат. Дружу Харлампия, Анжелия Закрай, и в первичном голосе. Когда телефон работает, мы сейчас все равно говорим работу. Посмотришь, ну, здесь точно найдешь общих знакомых, там все находят. Угу. Давай, удачи, вам спасибо огромное. Парням всем привет. Спасибо. Взаимно. Все, ребята. Все, ребята.